привет как дела недавно мы с мамой побывали в леруа мерлен ну так нечаянно зашли и мы увидели там как уже магазины продают новогодние украшения поэтому сегодня рассказ про то как россия готовится к новому году все магазины уже выставили огромные красивые елки белые зеленые елочные игрушки гирлянды мишуру и различные новогодние скульптуры виде оленей дедов морозов и снегурочек санта-клаусов гномиков и так далее и я поснимала всю эту красоту вот смотрите как это был Мне очень понравился паровозик. Прямо он едет по елке, так сделали красиво и интересно. Опять же такие щелкунчики висят, часы бьют 12, золотистые шарики. Все это так красиво и так сказочно, и прямо навевает такой новогодний дух. Елки стоят не так уж и дорого, в районе 7-8 тысяч. Очень много различных елочных украшений, таких сделанных как будто самодельные, но выглядят очень достойно. Море различных пингвинов, белых медведей, гномиков, оленей. В общем, мягких игрушек, таких вот интересных, в дубленочках, в специальных «Мэри Крисмас» написано, в свитерочках с елочками, с шапочками Санта-Клауса. Так интересно было все это разглядывать. В общем, кого интересует новогодняя тематика, приходите в магазин, посмотрите, что там продается. Также очень много различного мелкого декорирования, там, допустим, подсвечники в шишечках, какие-то маленькие елочки, рождественские венки на входные двери. Все это есть в магазинах, и, в принципе, вот так вот походить, посмотреть, поразглядывать все это, хотя бы просто поразглядывать, не обязательно покупать. Это настраивает на какой-то положительный и праздничный дух. Все-таки в наше нынешнее время очень такое сложное, тяжелое и тоскливое. Вот так вот просто прийти в магазин и посмотреть, прочувствовать дух Рождества и Нового года, ну, не знаю. Мне очень понравилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень понравились мне золотистые и серебристые украшения в виде балерин, каких-то поросенков. Кстати, кто-то знает, что год золотого быка будет у нас следующий. Не знаю, в общем, всякие ангелочки, бантики, все это прямо так мне понравилось. Я очень люблю ангелочков, я их с детства собирала, помню, у меня целая коллекция была. Но потом как-то перестала собирать. И вот просто сейчас хожу по магазинам и разглядываю, какие нынче стали интересные елочные игрушки делать. Кстати, я вам скоро расскажу о том, как выглядит английский идеальный дом на Рождество. Я несколько раз посещала выставку Ideal Home Show at Christmas, то есть идеальный дом на Рождество в Лондоне. И уже готовлю для вас этот ролик. Не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Если вас интересуют события в Англии, Великобритании, ну и их история, культура и традиции. А также в Леруа очень много различных деревянных украшений. Это вот очень сильно напоминает мне английские какие-то елочные игрушки. И очень много сов. Не знаю, почему сова стала такой популярной на Новый год. А также есть такие вот зимние украшения в виде Парижа или матрешек с Кремлем, где написано Welcome to Russia. Это, наверное, для иностранцев. Но иностранцев в этом году, наверное, не так много будет в России, потому что... Сами знаете, почему. Кстати, помимо всяких различных новогодних украшений и декора, я нашла еще и костюмированные такие штучки, вещички, типа шапки Санта-Клауса или какие-то маски, а также корона, снегурочки. Я взяла парочку померить, и получилась пандемийная какая-то корона, потому что она была в целлофановой упаковке, и получается еще и с защитной пленкой, как будто бы прямо маска на глаза и на нос. Очень мне понравились шарики ручной работы, сделаны с любовью, написано. Прямо такие подарочные комплекты в виде домов, зимних домов, каких-то котиков, новогодних елок. Не знаю, как это интересно смотрится. Все-таки отличается от обычных стандартных елочных игрушек. А также я нашла интересный набор из шести вещичек. Коньки, санки, перчатки, там еще что-то за 400 рублей. Тоже достаточно такая интересная тематика. Ну и море-море различных разноцветных огней. Вы можете найти на огромном отдельном специальном стенде. Прямо целая такая витрина. Все это включено, играет яркими красками, и вы можете увидеть, как выглядит та или иная гирлянда. Помимо этого, целая плеяда огромных различных елок, украшенных в разном стиле, фиолетово-серебристым, оранжево-золотистым. И все это так интересно стоять и просто рассматривать, что у меня аж прям дух захватывало, как это все красиво можно преподнести. Различные цветные шарики, какие-то золотистые стрекозы. Чего только нет на этих елках. Светящиеся снеговички, припорошенные снегом, еловые веточки. И даже какая-то сакура в виде светящегося дерева. Все это мне очень понравилось. И я уже подумываю, что бы купить себе на Новый год, что бы скрасить этот яркий и незабываемый праздник в нашей стране. Красные цветы, ягодки, шишечки, шарики, это уже немножечко мне поднадоело. Ну вот колокольчики, допустим, золотистые, еще ничего так понравились. Наверное, в этом году я красным елку свою украшать не буду. Что-то мне красный цвет в этом году не заходит. А вот белоснежная ель с синими украшениями очень мне понравилась. Вот подумываю, может быть мне белую елку купить в этом году. Хотя нет, наверное, я все-таки буду украшать свою зелененькую, но каким-то другим цветом, не красным. Наверное, бело-синим. Как я буду украшать свою елку, конечно же, я вам покажу. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok